Здравствуйте! Это необычный выпуск программы «Субботний гость». Необычный потому, что мы встретились с известными музыкантами не у себя в студии, а, что называется, на земле. Ну, вот наша программа будет состоять из двух таких встреч, из двух частей. И в первой части я хочу сказать, что мы встретились здесь, в Москве, с солистами группы Freestyle, знаменитой группы Freestyle. Ниной Кирсой и Сергеем Кузнецовым. Напомню, что Сергей Кузнецов – это автор песен этой легендарной действительно группы. И вот посмотрите, что получилось. Пусть снег заметет все тропинки, ты мне подари две снежинки. Снежинки две, любовь одна, и день как миг, и ночь без сна. Вьюга не страшна нам с тобою, нас белый снег от всех укроет. Белая вьюга, снежная вьюга, наколдуй, наморожи, все расскажи. Вьюга, вьюга, давай-ка вьюга, потанцуй, попляши, нас закружи. Белая вьюга, мы друг без друга, не можем жить, не можем жить. Белая вьюга, а ну, подруга, давай кружить, давай кружить. Пусть снег заметет все тропинки, ты мне подари две снежинки. Снежинки две, любовь одна, и день как миг, и ночь без сна. Белая вьюга, снежная вьюга, наколдуй, наморожи, все расскажи. Вьюга, вьюга, давай-ка вьюга, потанцуй, попляши, нас закружи. Белая вьюга, мы друг без друга, не можем жить, не можем жить. Белая вьюга, а ну, подруга, давай кружить, давай кружить. Здравствуйте, дорогие телезрители, я Нина Кирсо. Я Сергей Кузнецов. Мы группа Фристайл. 25 лет, это много или мало? Мало. Для чего? Мало, еще хотим. Это же 25 лет группе Фристайл, а нам-то, мне же 50, мне же два раза по 25. Внутри все равно есть ощущение того, что мне не 25. Во всяком случае, я надеюсь, что у меня внутри именно мудрость и благодарность Создателю, и я очень надеюсь, что я в 50 чувствую то, что должно быть в 50. Ну, во всяком случае, я знаю, куда идти, я знаю, что делать, я знаю, с кем нужно общаться, а с кем не нужно общаться. Ну, то есть, если в 25 ты как бы тыкался, мыкался, шишки набивал, то сейчас уже в какой-то степени вот это проще. А что человек должен начать постигать в 50 лет, вот там, где сложно, вот там интересно. То есть, мы должны учиться чему-то дальше, потому что нужно, естественно, переходить в другую возрастную категорию. Ну, все-таки, естественно. То есть, нужно все равно соответствовать своему возрасту, чтобы не выглядеть дурачком в 50 лет. То есть, нужно в душе оставаться молодым, но ответственности все равно, наверное, больше. Перед интервью начали говорить о социальных сетях. Там иногда бывают какие-то, ну, мне на глаза попадаются какие-то, пройдите тест на свой внутренний возраст. И ты ходишь? Я проходил, почему нет, в 36. Я не хожу. Внутренний возраст. Это по тесту? Это по тесту, да, конечно же. А если не по тесту? А если не по тесту? Вы знаете, мне кажется, что когда мне было 25, я чувствовал себя на 16-17. Вот чисто эмоционально, такие тексты, такие стихи тогда писались. Сейчас мне кажется, что я действительно пишу тексты на 25, 27, 28. То есть, более романтика осталась, но пришло действительно какое-то понимание... Ответственность. Каких-то других более моментов, которые я не увидел, ах, что-то, а обдуманно как-то реагируешь. Реагируешь, да, обдуманно реагируешь на все это и пытаешься это же высказывать в стихах, в текстах, в песне. О чем вы мечтали в детстве? Была детская мечта? Ну, у меня, как у женщины, в общем-то, такой цели какой-то глобальной большой не было. Я думаю, возможно, это свойственно больше мужчинам иметь цели. Мне очень повезло в жизни, когда я встретила своего мужа будущего. И вот я почувствовала то, что я в своих ровесниках не чувствовала. То, что идеи этого человека, мне хочется их разделить, мне хочется ему помогать. И потом уже, когда мы повенчались, будучи венчаной, узнала, что предназначение женщины, православной женщины, помогать мужчинам. Ну, вот я, в общем-то, это и делаю, как мне кажется. Хотя они иногда сердятся, обижаются. Но я все равно лезу в их дела. Я иногда пытался, ну, как-то вот вспомнить, действительно, что было в детстве, какие мечты. И ничего, кроме избитого, хочу быть космонавтом. Ну, это, наверное, года в три-четыре, наверное, было. Потому что, видимо, я чересчур какой-то, может быть, разноплановый ребенок был. Я с трех лет начал читать. Эрудированный. Какие-то разные совершенно книжки мне попадались на глаза и в руки. И даже был такой случай, как-то в детском саду. Воспитательница, отлучаясь по своим делам, посадила меня с книжкой. И я детям зачитывал какое-то там, насколько я помню, Корнея Чуковского, доктора Болит и Джек-покоритель Великанов. Были у него такие замечательные сказки в прозе. Ну, наверное, вот в седьмом-восьмом классе, когда мы организовали школьный ансамбль, вот, наверное, с того времени какая-то, наверное, оформилась какая-то мечта, что играть, петь, работать в коллективе в каком-то. И в этом смысле мечта, конечно, сбылась. Ваши песни сейчас, они для какой публики? Для хорошей. Песня, как Аскар Уальт писал, что когда художник что-то изображает, или художник, или писатель, то он не время отражает, а себя отражает. Поэтому вот Серёжа, он пишет, когда стихи, ну, я это понимаю, он отражает своё мироощущение, он делится своими эмоциями. Также Анатолий Розанов, когда пишет мелодию, он отображает своё ощущение, своё миропонимание, и как это, ну, должны люди чувствовать. Точно так же, когда я пою, я точно так же ищу вот это созвучие с моими чувствами, с моими душевными переживаниями, чтобы это была правда. И поэтому каждая песня, эта ситуация, это то, что ты выносишь людям, поэтому оно живое. Мы остаёмся теми же. И знаете, как у Бога всё без тени перемен. Оно не меняется. И публика в каком-то смысле не меняется. Как была молодёжь у нас на концертах, так она и есть. Где-то в каких-то городах, ну, бывают профсоюзы собирают зрители, бывают какие-то праздники, когда, ну, собирается какая-то прослойка, да, какая-то, ну, и это тоже чувствуется по приёму. Но обычно на кассовых концертах, которых у нас всё-таки больше, у нас все поколения, и приходят с семьями, приходят родители и дети. И я думаю, что как у шевалье, у французского исполнителя, когда он в Америку третий раз приехал, пришли внуки тех, которые ходили на его концерты, когда он морит шевалье, французские шансонье. Вот так же и мы. Что придут просто где-то, ну, ещё пока не ходят, но придут три поколения, да. Вот вчера проводящий нашего концерта, грузин, в городе Бузулук, он, вчера у него родился первый внук. Вот так совпало, и мы выступали, и вот у него на телефоне, рингтон, стоит песня, вступление к песне «Давайте выпьем за мужчину». И я это сразу слышала, мне так приятно. А он говорит, Нина, я не провожу концерты коллективов, которые я не люблю. Я вот вас люблю, я слушаю, мне нравится, тут у меня всё. Я этой любовью делюсь с той публикой, для которой я работаю. Поэтому любовь, и любовь, и публика та же. Нина, спасибо, красиво. Любовь, и божья, и по fogу. Эта любовь, и публика та же нина, ОTG LA. Когда за праздничным столом Мы собираемся все вместе Улыбки, поздравления, песни Бокалы пенятся вином Но есть в застолье тост один Для нас, для женщин, самый главный За них единственных желанных Давайте выпьем за мужчин Давайте выпьем за мужчин На то есть тысяча причин Но что б мы делали без них Любимых, близких и родных За ними в день и час Любой мы, как за каменной стеной Без объяснения причин Давайте выпьем за мужчин Во все года, во все века Как поговорка уверяет У нас девчата поднимают Четвертый тост за мужика Мужчина муж, мужчина сын Он и надежда, и опора Так что без лишних разговоров Давайте выпьем за мужчин Давайте выпьем за мужчин На то есть тысяча причин Но что б мы делали без них Любимых, близких и родных За ними в день и час Любой мы, как за каменной стеной Без объяснения причин Давайте выпьем за мужчин Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому За ними в день и час Любой мы, как за каменной стеной Без объяснения причин Давайте выпьем за мужчин Сергей, вот женщина по имени Нина Устраивала когда-нибудь вот такие грандиозные скандалы? Да регулярно Когда это? Они же прошли уже давно Поэтому можно сказать, что не было Я могу только ультиматум своему мужу объявить В чем-то, но как? Не то что ультиматум Я просто говорю, что вот это я буду делать А это нет Но это касается каких-то моментов Вот была такая ситуация Две недели муж со мной не разговаривал Но потом через полтора года он сказал, что я была права И ребятам это пригласил ребят И всем сказал Поэтому просто есть такие моменты в жизни Когда вот у меня появилась икона Нерушимая стена, знаете такая? Вот она появилась в тот момент, когда мне пришлось Вот где-то становиться вот в такие позиции ультимативные И действительно она мне вот эта икона Ну вот показывала, что вот нельзя идти дальше Нельзя Пока не разберешься здесь Вот дальше никак Ну Но я не Ну как-то все равно с ребятами Ну тогда разговаривали, решали И слава богу все нормально Сейчас я уже эту икону как бы Она у меня уже немножко Сейчас другие Другие иконы мной руководят Другие образы Немножко пожить То есть вот такого сейчас нет Ну а там такой момент был Когда Слово скандал просто Ну несколько емкое такое Ну разборки Внушения, скажем так Воспитательный час Вот Наши недруги называют это промыванием мозгов Но я считаю, что вообще женщина Если что-то чувствует Она должна говорить Обязательно Тем более, что я ребят люблю Они это знают Я искренне И если Вот я чувствую что-то Если не буду им говорить Ну То мы не разрешим конфликт А не разрешим какую-то проблему Она будет усугубляться Нужно разбирать Ситуацию всегда Поэтому я с ребятами беседую Я всегда говорю Не обижайтесь Ну То есть вы можете мне аргументировать Вы можете мне объяснить Или просто меня послушайте И подумайте Ну Но сказать, что это скандал Ну Но это не то Потому что Я помню, когда Юра Савченко Появился у нас дома И тоже Мы сидели за столом Пили чай И мой муж Говорит мне Ой, ты всегда тут скандалишь И Юра На Юру так смотрит Да А Юра сидит Я никогда, говорит, не слышала Чтобы не накричала Я человек все равно Миролюбивый Я очень не люблю конфликтов И я не люблю Конфликтных отношений И потому что Мне лично очень больно Всегда Когда с кем-то ссоришься То я чувствую это Даже если Я 40 раз не виновата Все равно Мне неприятно То, что тот человек обижается Тем более Раз я не виновата Поэтому я С огромным удовольствием Всегда примеряюсь Но говорить правду У нас так принято В коллективе Говорить правду Вот Допустим Новая песня Он принес новую песню Но представьте Что мы будем друг другу Врать И говорить Боже, какая красивая песня Кукушка хвалит петуха Нет Если мне что-то не нравится Я говорю Мне вот не нравится Убедите меня Ну вот не нравится И когда мы ищем Все углы убираем Зато потом Получается прелесть Когда мы выходим на сцену У нас искренние Добрые отношения Друг к другу Мне кажется Что публика это чувствует Вот это То есть Кроме песен Кроме музыки Кроме Там наших способностей И музыкальности Мы еще выносим На сцену Вот эти Умения Доверять И дружить И мне кажется Что Это вот такое Чувство Оно тоже Передается в зал И когда нам Люди в конце концерта Аплодируют Они еще нам И за это аплодируют А иногда еще говорят Молодцы Что вы не разбежались Молодцы Что вы сохранили Ну вот мы сохраняем Я даже если уйду Из группы Престайл Я все равно буду помогать Но это я так Вообще говорю То есть я Не уйду со скандалом Я не уйду с гадостью Я не уйду с обидой То есть если Как-то Каким-то образом Так случится Что ну мало ли Что может в жизни быть Никогда не говори никогда То все равно Я сколько смогу Буду помогать Каждому из ребят Ваша любимая песня Мне очень нравятся Песни последние наши И конечно Я очень люблю Те песни старые Которые мы продолжаем Петь в концертах И конечно Я люблю Именно те песни Наверное Больше других Которые Больше любят И знают Наша публика Ну потому что Они Когда на концерте Работаешь Они Ну как Резонанс Отдачу дают Больше Ну больше Люди тебя понимают Вот И новое Мне очень нравится Все Себя слушать Старое Ну Это не хорошо Если я буду Себя слушать И сама От себя Обалдеть Какая я класс О боже Как там Но Я как-то Я такой коллективный человек Я стараюсь слушать В целом Насколько оно Соответствует Или не соответствует Годится Оно не годится И в плане Вот Любви Ну Самоупования Там Этого у меня нет К нашей Потому что мы делаем Я отношусь Вот оно Достойно Или недостойно Оно хорошо выполнено Ну Вот так как надо Или нет А вот других Конечно Исполнителей музыку Я могу слушать С наслаждением Просто себя К сожалению Я не позволяю себя Просто слушать Я могу с наслаждением Исполнять То есть я в нем живу Я не могу это отдельно Как-то отделять Когда себя Ну лично я Слушаю то что я Спел сольно Я конечно же Стараюсь Ну не стараюсь Оно бросается в глаза Какие-то недостатки Вот Вот слышу Вот здесь надо было Немножко Ну которые ты считаешь Достатки Конечно Конечно же А на самом деле Может это и недостаток Из любимых песен Ну действительно Я всегда говорю Собственные песни Это как Как собственные дети Нелюбимых не бывает Но именно Исполнять На концерте Мне до сих пор Почему-то не надоело Песня Догорает свеча Да Мы ее написали В 1990 году И я до сих пор Люблю ее петь А тем более Сейчас вот Новое немножко Звучание Новая аранжировка Которую Юра Савченко Сделал наш аранжировщик Очень красивый И вообще песни красивые И когда проигрыш играет Такой тембр красивый И то как вот Сережа поет Песни Где стихи он написал Особенно Ну вообще Как Сережа поет Знаете Мне нравится то Что у Сережи Нету самолюбования Вот то что я Не очень люблю В исполнителях Когда они сами С собой любуются Ты вообще не поймешь О чем они там поют У Сережи Он будучи поэтом Он настолько трепетно Относится к слову Что в нем Вот я всегда Слышу его мысль Я знаю что он поет Правду Ну и поэтому Он вообще сам человек Очень надежный Очень порядочный Очень хороший И вот это все Я чувствую Когда он исполняет И поэтому мне Это очень нравится И если вот Я встречаю людей Ну бывает иногда Которые говорят Ой там какая-то песня Там вот больно мне больно Вот там Которые пел Вадим Казаченко Там лучше Я говорю я не знаю Лучше Но мне Сережина Более миролюбивое исполнение Нравится больше А вот она более миролюбивая И на концертах сейчас Я думаю Сережа сам поверил Уже в свои силы И песни принимаются И звучат прекрасно И миролюбиво И ни разу у нас на больно мне больно Не горела сцена Как было когда исполнял Вадим Да самый первый раз Когда была съемка В городе Качканаре Это был фестиваль песни Как-то он назывался Не помню И наш блок Именно фестивального концерта Там пять или шесть песен Мы пели Больно-не больно Стояло в списке У нас последний И действительно Там фейерверк пустили И видно ткань Которая была Накрыта сцена Не пропитана Какой-то специальной жидкостью От пожара И вот эти вот Салют стал падать Прямо на эту Обшивку сцены Да И она действительно загорелась Мы поем как-то Ну играем Поем И как-то вот Жарковато в спину А я смотрю Ребята Ну Вадим и два гитариста На передней линии стояли Мы с барабанщиком сзади И смотрю Они так оглядываются Оглядываются куда-то вверх Думаю Да что ж там такое А потом сам чувствую Что-то жарковато Ну песню надо было допеть Допели Схватили эти инструменты И убежали Героически Героически Конечно все героически Очень поступили И даже Я с удивлением Увидел В тех же социальных сетях Кто-то выложил Сейчас уже Где Где они взяли эту съемку Целиком Потому что то Что показывали По центральному телевидению Тогда Как концерт Этого фестиваля Там было Две песни Две песни Вадима Две песни Нины Все Больно мне больно Горящего не было А тут Кто-то из ребят Выложил Ну видимо Те кто снимал Я не знаю Выложили этот ролик Хотелось когда-нибудь Покинуть группу Фристайл Ну регулярно хочется Регулярно Когда какие-то Возникают моменты Задрали Когда какое-то Непонимание идет Ну вот есть такие ощущения Ну как бы сказать Это как каждый человек Вот идешь думаешь А может я туда не пойду А вот сюда Но это просто Наверное свойство Каждому человеку Ну и наверное Это хорошо Ну потом думаю Беру себя в руки Так ладно И потом оно вроде как Все и так ведут себя Как ничего не бывало Все нормально Оно как-то Потом думаешь Съем да Какая-то Свободный билет У меня есть Я хочу сказать Что это очень важно Чтобы у каждого человека У нас у каждого Время от времени Возникает Где-то Ну неудовлетворение Недовольство чем-то Какое-то раздражение И очень важно Что ты знаешь Что ты здесь добровольный У нас в группе Фристайл Нету людей Которые бы там Подписали Какие-то жесткие контракты И под страхом смерти Или чего-то Каких-то страшных денег И нельзя было бы Покинуть коллектив То есть свободные билеты У меня есть Поэтому я это знаю Я это чувствую Я считаю Что это очень хорошо Для любого человека Знать Что если он К чем-то не согласен Хоть он может Спокойно уйти Сергей Боже упаси И никогда в жизни Я никогда об этом Не говорил Допустим Ну и сейчас Целиком не скажу Я не люблю Этой темы касаться Вообще Но однажды А то коснешься И захочешь Но однажды Когда Вот встал Какой-то такой вопрос От другого человека Я расстался С этим человеком А в группе Фристайл остался Я желаю Мира Счастья Добра И пусть группа Фристайл Приезжает к вам С юбилейными концертами Регулярно Храните вашу любовь И пусть ваша любовь Хранит вас Любите И будьте счастливы Кружась Ложаться Под ноги листья Проходит лето Так быстро Так быстро Быстро Мы расстаемся Опять с тобою И в этот вечер я Возьму бумаги Лист белый чистый Возьму я краски Возьму я кисти Как будто тайну Тебе открою Любимая моя Я нарисую метель Как метет Метет Я нарисую апрель Как цветет Цветет Я нарисую тебя Ты любовь моя И вдоль дорог Тополя Тополя Я нарисую метель Как метет Метет Я нарисую апрель Как цветет Цветет Я нарисую тебя Ты любовь моя И вдоль дорог Тополя Тополя А дождь тоскует, прощаясь с летом Я нарисую и дождик этот Я знаю время, размыть все краски Не сможет никогда Мы расстаемся до новой встречи И будет утро, и будет вечер Любовь вернется, вернется сказка И счастье навсегда Я нарисую метель, как метет, метет Я нарисую апрель, как цветет, цветет Я нарисую тебя, ты любовь моя И вдоль дорог тополя, тополя Я нарисую метель, как метет, метет Я нарисую апрель, как цветет, цветет Я нарисую тебя, ты любовь моя И вдоль дорог тополя, тополя А-а-а Я нарисую метель, как метёт, метёт Я нарисую апрель, как цветёт, цветёт Я нарисую тебя, ты любовь моя И вдоль дорог тополя, тополя Я нарисую метель Я нарисую апрель Я нарисую тебя, ты любовь моя И вдоль дорог тополя Я нарисую